Плодовка саженцев Продукция питомника на сегодня Саженцы, яблони, груши, вишни, черешни, персик, нектарин, слива, абрикос, айва, алыча, крыжовник Штамбовые розы начали заниматься, потому что посмотрели, что на рынке вроде бы она в спросе Хотя долго мы до этого шли Сначала выращивали просто штамбы для производителей роз из города Харькова Вот у нас там большой оптовый город по цветку розы и по саженцам выращивают Я еще выращиваю семцы шиповника до миллиона штук И мы поставляем тоже в этот город Харьков Там все мои основные клиенты Они выращивают саженцы розы из зимней прививки Это очень быстрый способ в августе Ну это прибалтийская технология У прибалтов там так Дом стоит, возле него болото, кругом стоит приставленная теплица Это еще было с советских времен Вот и Харьковчане переняли это Это быстрый очень оборот день Если мы в грунте выращиваем саженцы розы нужно два года А если выращиваться из зимней прививки надо 4 месяца И уже возврат денег Они у меня покупают толстый шиповник Делают в теплицах зимнюю прививку Вот и продают Продают, выращивают саженец розы Продают саженец розы Это самое, получают заказы Или просто садят свои теплицы, выращивают цветок розы Харьков это очень большой город, оптовый у нас на востоке Украины По продаже цветков розы Все туда, весь восток Украины, не знаю, может быть и не только восток Едет туда за цветком розы А я для этих производителей, кто производит, выращивает саженцы Я им поставляю шиповник Шиповник для зимней прививки Для зимней прививки шиповник должен быть Ни в коем случае не подсушен, даже маленький корешок Процесс вызревания должен пройти полностью Листья должны опять опасть Питательные вещества, пластические, должны выйти в корень Потому что корень зимой, когда прививается почка, на него должен толкнуть хороший саженец Вот и ни в коем случае не подсушенный Потому что если шиповник подсушенный, ты получил заказ, сделал работу Топил теплицу, а потом у тебя на выходе ноги получается Вот поэтому ко мне требования высокие Ну мы выдерживаем конкуренцию Сейчас дальше расскажу, кто такой город Артемовск и как у нас там все происходит в нашей садимличей галузе Сами саженцы роз мы не выращиваем Потому что у нас там из-за очень высокой конкуренции В последние годы упала цена Просто держим 4000 саженцев, 100 сортов, как маточек просто И ждем там лучших времен, скажем так Ну а вообще у нас уже в городе произошла специализация питомников И каждый питомник занимается своим Кто занимается выращиванием декоративных растений, кто саженцами роз, кто саженцами плодовых деревьев Ну как фигу, к тебе едут за розами, к тебе за декоративными растениями, к тебе за плодовыми деревьями Наш питомник торгует саженцами только оптом, розницу не торгуем Ну это для этого нужно организовать отдел 27 лет мы этим делом занимаемся, выращиванием саженцев И просто отдел мы не организовали, скажем так, розничные Я считаю так, каждый должен заниматься своим делом Производители должны давать оптом, отдавать оптовику Садовый центр, интернет-магазин Это самое, если там это хозяйство, которое закладывает сады То хозяйство, которое закладывает сады А заниматься всем Нам розничники просто ломают всю работу Работа у нас очень напряженная У нас когда только можно на землю зайти, мы работаем Мы работаем даже сейчас, сейчас лежит снег, надо там защищать от зайцев Надо там много работы Короче, практически работа не кончается и розничной продажей мы не занимаемся А розничные клиенты, это клиенты, скажем так, непростые Каждому нужно уделять очень много внимания Поэтому мы розницей категорически не хотим заниматься Нас интересуют оптовые клиенты Оптовая цена у нас из-за того, что большая конкуренция на рынке Она у нас высокой не бывает С оптовыми клиентами происходит практически борьба за каждую грильну, за каждые 50 копеек И на осень этого года, 2015-го, яблоня, груша у нас оптом стоит 18 гривен Косточковый, там персик, вишня червячная, персик клевого гликоса Нектарин стоит 20 гривен Крыжовник 15 гривен Сиенцев, шиповник 90 копеек До гривен 70, в зависимости от размера Штамповая роза 100 гривен Розничная цена осенью Ну, я пытаюсь обрисовать картину всю С продажей саженцев по Украине Розничная цена осенью 2015-го года В среднем построении по Украине Была 60-70 гривен Минимальная была 45 гривен Черешня в Голландии стоит 7 евро Это 200 гривен Поэтому европейским нашим друзьям Ну, скажем так, не хочется их обижать Но делать на нашем рынке нечего с такими ценами За 200 гривен, 20 гривен, кто будет покупать какой товар А качество благодаря европейцам, спасибо большое Особенно польским садоводам Которые так вот Ну, вырастили сами себе конкурентов, скажем так Вроде никто этого не хочет делать Но они, невзирая на то Просто нас учили много лет С 2000-го года И в 2015-й год Украина уже Ну, практически Мы освоили все уже Сарто-подвойные комбинации Все приемы Для ускорения плодоношения Ну, практически Неизвестного для нас уже В современном садоводстве На Украине нет Ну, по крайней мере Я не особо знаю Скажем так Ну, я дальше обрисую Так, дальше процент Давайте я скажу Такая ситуация Вот В Молдавии осенью оптовая цена Оптовая цена Была 25 гривен Осенью 16-го года Оптовая цена на саж В нашем битомнике Мы хотим поднять На 5 гривен 23 яблони груши 25 гривен За косточковые Потому что в этом году Ну, просто Это от тебя уже не зависит Просто Инфляция идет такая Что по 50% в год По 50% в год Просто если ты не будешь Повышать зарплату Людям Людям Ты их просто не будешь Имить У нас и так Скажем так У меня просто 6 бригадиров Это самые Квалифицированные рабочие А остальные люди Просто выполняют Неквалифицированную работу Ну, в принципе Работа простая Неквалифицированная Но людей требуется Очень много Работать надо каждый день Вот И поэтому В этом году Такая сложилась обстановка Вроде говорят Кризис в стране Вроде заводы не работают А людей найти невозможно Куда они все подевались Неизвестно А там такая ситуация Просто Когда людям уже Такая Оплата труда Когда люди просто не приходят Он говорит Я просто дома посижу Просто вообще не буду работать Ну, нету стимула У человека Понимаете Поэтому в этом году Так вот просто Нас прижало К Зинебрумраз На 20% повысили зарплаты Ну, не считая про то Что из-за доллара Растут все наши Капельные поливы Средства защиты растений Ну, и получается Что в общем так Процентов на 20 Надо поднимать цену Потому что Иначе мы Вообще-то мы работаем На грани рентабельности С небольшой прибылью Из-за большой конкуренции Сильно цену не поставишь Не поднимешь Хотя ситуация сейчас Немножко Мы вот смотрим по рынку Вроде бы Вляция Вроде там Завод закрывается Вроде народ беднеет С одной стороны Крым аннексировали С другой стороны Крым поставлял на Украину Посчитать Сколько саженцев Так трудно Но на скидку 20 или 30 процентов Очень много И дешевых саженцев Да Поэтому Народ беднеет Это саженцы Должны быть дешевле Крым аннексировали Саженцы должны быть дороже Вот Предварительный заказ Саженцы должны быть дешевле Большая партия товара Саженцы должны быть дешевле Ну вот это Из всех этих факторов И это так Интуитивно нужно прочувствовать Потому что Это математически Не посчитаешь Это все Насколько зарплату повысить Должны интуитивно прикидывать Насколько там Цену поднять на саженцы Ты тоже должен Интуитивно прикидывать Просто здесь Даже в общении С людьми Вот в общении Тоже с людьми Сейчас вот так вот Разговаривали просто Это самое Разговаривали просто Мы сейчас приехали Там тоже в Виннице Были на выставке И просто так вот На выставку Зачем приезжаешь Общаешься с людьми И ты сам понимаешь До какой степени Ты можешь поднять Потому что На гривенную цену Поднять И просто Ну мы переживаем Мы 27 лет Выращиваем саженцы И каждая осень У нас происходит Переживание А как же Каждый Мы же не Мы не монополисты Мы не Газпром Ну и Газпром Уже рога обломали Скажем так Это самое Да Монополисту Вроде такому великому И то он Мне кажется Не монополист А у нас в условиях Большой конкуренции В Артемовске Я сейчас там Обрешую Какая у нас там Картина Какие у нас есть Производители У нас очень много Производителей Такой куст питомника Я не знаю Наверное просто Украине больше нет Так Так В 2013 году У меня в питомнике Было закулировано 150 тысяч Саженцев Подвоев В 2014 году У меня питомнике Было закулировано 250 тысяч Подвоев В августе этого года Было закулировано 320 тысяч Подвоев Нам говорят А что это с вами Такое происходит Так говорю Наверное война Вертолеты Над головой летают Там пушки стреляют На окраине города А мы наверное Страха еще работаем Еще быстрее Так быстрее В работе Такая жизнь У нас Ну что сделаешь Ну слава богу Я думаю Все будет хорошо Худшее уже позади Так Артемовск Один из центров Питомниководства Украины У нас расположена Артемовская опытная станция Питомниководства Институт садовства Украинской эпидемии Аграрных наук Это наш флагман Это наш флагман У нас есть Там у нас была Большая опытная станция Тысячу гектаров садов Советское время Переработка Джеймы Сидры Научные сотрудники Были Питомник был Вся Эта структура У нас развалилась Тысячу садов Гектаров садов Погибли Научные сотрудники Сидят Высиживают Пенсию Ничего не делают Катаются На текст Добудках Советского времени Там одна у нас Селекционер Такая знаменитая Лилия Ивановна Тараненко Которая вывела Группу черешин Которые можно Продвигать Более северные регионы Практически Сходить по всей Территории Украины Они зимостойкие Черешни Потому что черешни У нас Мелитопольская селекция Мелитопольская селекция Не морозостойкая Дальше Южного региона Ее продвигать Нельзя А Лилия Иванова Ввела хорошие сорта Мы их выращиваем Тоже Но она уже покойная В данный момент Научные сотрудники И чем занимаются Как в принципе Научные сотрудники И всей Украины Практически Потому что Нету стимула У них Стимула у них Конечно нет У них есть стимул Заработать 80% От оклада пенсии И все И больше у них Стимула до коней То есть Сорта Все сейчас идут Все идут в Европу Европейские Американские Там они уже выведены Очень давно А у нас Из-за зеленого Железного занавеса Они только поступать Начали только еще час На нашем рынке Они новые В Европе Они уже давным-давно Вот Поэтому Артемовск Один из центра Принокторской Украины У нас есть опытная станция Содовольства Кроме Ее питомника В Артемовске Выращивают саженцы Плодовых деревьев Рост и других Декоративных растений Еще пять частных питомников Ну мой самый крупный Из них Да И большое количество Мелких производителей Сезон продажи Осенью С первого октября По седьмого ноября Да Сезон продажи Месяц Грубо говоря Ну там С первого октября По седьмой ноября Это уже замечено Строго Ну коммунистические праздники Восемьдесят Седьмое ноября А весной С первого марта По первого мая Когда происходит Продажа саженцев У нас в Артемовске Функционирует Тотовый рынок саженцев Две минуты Две минуты осталось Да Ой Я же еще ничего Не сказал Торговля происходит Один раз в неделю В ночь с посвящения На понедельник На рынке продают Плодовые декоративные растения Производители Артемовского района Донецкова Из Крыма Чернадцов Брехов Севкраины Часть продукции Питомники продают Из поля Часть на оптом рынке Питомники выращивают В Артемовском районе Донецкова После полтора миллиона Саженцев Раньше питомники Вращивали плодовые Декоративные растения Сейчас каждый Шел в свою нишу На рынке И выращивает Кто плодовых То розы Ток декоративные растения Питомники Украины Расположены В основном Там где Расположены Научные учреждения Артемовск Мелитополь Крым Лиев И зонах Промышленного плодоводства Чернолицкая Винницкая Закарпатская Николаевская области Небольшие питомники Есть практически Во всех Властях Украины Интенсивное садоводство Это прежде всего Подвои В современном Мировом Садоводстве Представляют Три основных Группы подвоев Сильнорослые Выше 4 метра Среднерослые 3-4 метра Высотой Слаборослые До 2,5 метра От подвоя Зависит Какой будет Высота дерева На какой год Стопит полная шея Какого размера Будут плоды Закрепление деревьев В грунте Величина урожая И способность Или не способность Доставать воду С больших Глубин Все они имеют Свои плюсы и минусы Самые дорогие Посадки Сады На карликах Подвоях Но они вступают Под отношение В год посадки Или на следующий год Обеспечивая Быстрый возврат Ложных средств Сады На среднерослых Подвоях Вступают Под отношение На год 2 Позже От садов На карликах Подвоях Не нужно Шпальеры Нужно Меньше сажен Это более дешевый Вариант Век забурлившего Интенсивного садоводства С 2000 года В Украине Северно-рослые подвои Были выброшены На свалку истории Но садоводы Увидим Недостатки Интенсивных садов Дорогизны Закладки Болезни Корневой системы На некоторых породах Скороплодные подвои Плохо совместимы С вращением На них Породами Такими Как айва Для садоводства Вызывает Отломы Еще питомки Поэтому Северно-рослые подвои Возвращаются В сады Как груша Лесная Для грушовых садов Плодоношение Ускоряется Даже на Северно-рослых подвоях Так как В последнее время Выводятся Скороплодные сорта Которые вступают Даже на Северно-рослых подвоях Одновременно С Карликовыми подвоями Еще одна Сортоподвойная Комбинация Использования Северно-рослых подвоев И карликовых Ставок Длиной 30-50 сантиметров Которые называются Интерколярами Происходит С влиянием Положительных качеств Подвоев Прочное закрепление В земле Северно-рослых подвоев И быстрое вступление В плодоношение Карликовых подвоев Это был бы выход Для многих украинских Садоводов Которые не блатают Достаточными средствами Чтобы садить Очень дорогие посадки Карликовые сады С помощью интерколярной Ставки решаются Две задачи Первая Уход от шпалеры И вторая Ранее вступление В плодоношение Как на карликах подвоев Северно-рослые подвоев Для яблони Антоновка Семена Закупают в Украине Такие высокоразвитые Страны, как Германия И США Для этих же Интерколярных стал У нас в Донецкой области Есть 100-гектарный Яблоневый сад На котором Там уже 15 лет Выращиваются эти саженцы И очень хорошие Отзывы о них Но они не разрекламированы Нам все рекламируют На карликов подвоев Которые финансово Мы не можем поделать Так А теперь по породам Яблонякарлик Ну по-потвоему Хочу попросить Яблонякарлик Подвоев Девять Аналогичные украинские Д1071 КД4 И российские ПВ-9 Закладка садов На подвоем Девять Требует Самых больших Капитальных вложений При закладке Яблонякарлик Яблонякарлик Поэтому сады На этом подвоем Могут позволить себе Хозяйство Имеющее Достаточно средств Это не каждому По карману Шпалера Большое количество Саженцев на день Капельное расширение Это составляющая Интенсивная технология Яблонякарлик Раньше Государство Датировало Хозяйство Для закладки садов Затопроцентного фонда От продажи Алкогольных напитков Последние два года Финансирование Из этого фонда Не производится И хозяйство Финансирует Закладку сада За свой счет Кладно все такие сады Начинают В год посадки сада Урожай составляет В год посадки 2-5 тонн с гектара А на третьего 30 тонн с гектара Яблоки На карликах подвоях Получаются Крупные Самые конкурентные На рынке Более дешевый вариант Закладки яблочного сада На садерошлом подвоях ММ-106 Или по карлике 54-118 Для закладки этого сада На этих подвоях Не требуется шпальера Стоимость которой Закладки сада Составляет 30% Требуется меньше саженцев На карликовый сад Нужно 2,5 тысячи саженцев На гектар На 54-112 Средним 1100 саженцев На этих подвоях Сад вступает По отношению На 1-2 года позже Чем на карликовом подвоях М-9 Интерколяр Ну еще один вариант Интерколяр Антоновка в землю И девятка интерколяр Тоже получается Карликовый сад Не надо шпальеры И вступление по отношению Как на карликовом подвоях Важный фактор В ростовской подвоях Раз в 15 лет Случаются аномально холодные зимы Последняя такая была В 2006 году Морозы достигали 37-39 раз В морозах Подвоях М-9 Вымерз Стернобольской области Данные На ММ-106 Были подмерзания На последние 3-17 Никаких проблем Груша Ну там Это может вам неинтересно Груша Я уже так же не успеваю Груша Черешня Вишня Подвоях Персик Слива К сожалению Если можно Хоть пару минут Мне дать еще Да По подвоям Может быть Интересная схема посадки С 2000 года В Украине Начали закладывать Я еще хотел Какие сады закладывать Какая тенденция По закладке садов Что сейчас Закладывается на Украине Маловато времени Мы сами считали Я смотрю вас Там еще страниц Ну да Может быть Вопросы не будут задавать Ребята А может Насчет вопросов Да Уже На самом деле Мы даже Это вырвали Ну хорошо Ладно Тут еще у нас Короче Какие сады закладываются Яблочных садов В Украине Закладывается Достаточно Сейчас Идут на Косточковые Груши не хватает Ни Украине Ни в Европе Ну там Бактериальные раки Не тянутся Ну Надо работать Лучшие регионы По Украине Хотел вам рассказать Для посадки Какие Формировки дерева Что хочет рынок плодов По сезону Когда Какой сезон Какие плоды Вот Если можно еще два слова Ну если нет Ну тогда скажу В заключении Да От 5 секунд В заключении Хочу сказать Что мы будем Занести в сотрудничестве С оптным покупателем Желательно Чтобы в цепочке Производитель Оптовый покупатель Рожничный покупатель Оптовый покупатель Был один А не несколько Тем самым Будет снижена Цена для розничного покупателя Увеличена Днем продажи саженцев Хочется Чтобы отношения С оптным покупателями Были партнерские Партнерские Да И хотелось бы Чтобы был Предварительный заказ Хотя бы На один год вперед Тогда питомники Знали бы Что хочет покупатель И предварительный заказ Давать до 1 августа Потому что С 1 августа До 30 сентября У нас проходит Окулировка В которую мы можем Вырасти саженцы Любых сортов Подвойных Комбинаций Любых сортов Какие вы пожелаете Если это По предварительному заказу Мы Есть ниша разная У нас Потребители саженцев Двух типов Это Которые садят Промышленные сады И там тоже Они делятся на 2 типа Бедные и богатые Садоводы И просто Есть простые Массовые потребители Дачники Мы работаем В основном Для дачников Потому что Исходя из этого Мы собрали коллекцию Сортов На крупнейшем Украине 300 сортов 300 У нас старые сорта Которые до сих пор Держатся на рынке Уже много десятилетия Основные сорта В саду И новейшие Которые Ну для рынка Украины Которые новейшие Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok